5-го числа, да, на 1242-го года состоялась битва новгородцев и владимирцев под предводительством Александра Невского против рыцарей Ливонского ордена. Вот если, друзья, для вас всё, что я сказала, практически ни о чём вам не сказала, кроме той самой битвы... Не все это знают. Не все это знают, да. Нет, они знают, что она, в принципе, была. Главное, надо представить нашего гостя. У нас в гостях Игорь Николаевич Данилевский, профессор, доктор исторических наук, завкафедра истории, идеи и методологии, исторической науки факультета истории Высшей школы экономики. Не впервые у нас в гостях, что мы всегда с большим удовольствием вас ждём. Я тоже с удовольствием к вам прихожу. Да, спасибо большое. Значит, как только вот эта история с Игом, которую мы уже разбирали в одной из наших программ, завершилась, судя по всему, то событие, о котором мы будем говорить сегодня, случилось как раз после. Нет, Вера Николаевна. Через много, много. За что? За много до. До Ига, но после нашествия. А, вот. До Ига, но после нашествия. Я бы сказал, что это было всё приблизительно в одно время. Потому что вот я сейчас скажу, что знают обычные люди, например, которые чуть выше Веры, но чуть ниже вас. Обычные в очках. Да, да, да. О том, что такое ледовое побоище. 5 апреля 1242 год. Что такое? Александр Невский. Это человек, который уже имеет прозвище Невский. После Невской битвы, да, в 1240 году. О чём вы, посмеявшись, нам расскажете. Значит, во-вторых, борется он, как вот Вера думает, с какими-то немцами, которые непонятно откуда пришли. То есть не очень понятно. Потому что, которые же хотят завоевать Русь-матушку. Непонятно зачем. Чё её завоёвывать, когда к нам уже монгол-татары, в общем, пришли. В гости. В гости. Все дружно. И то есть что это за ледовое побоище такое? И что такое Александр Невский там натворил, что стал аж именем России, исходя из последних выборов? Вот в этом во всём. То есть в мифах во всех вот этих есть предложение сегодня и разобраться. И первый мой вопрос к вам, Игорь Николаевич, будет вот какой. Давайте. А вот, ну как обычно в истории, сама дата 5 апреля 1242 года, насколько условно? Отлично. Это как раз тот вопрос, который я хотел начать. Спасибо, что вы задали этот вопрос. Значит, вот уже 5 апреля, это уже большой вопрос. 1242 год, это то, что не подвергается сомнению. Это подтверждается целым рядом источников. То есть это надёжная, проверяемая информация. А вот что касается 5 апреля, тут всё непросто. Ну, во-первых, 5 апреля — это дата, которая указана в новгородской первой летописи. Мало того, там указано, что там это было ещё и в субботу. Мало того, это ещё и суббота пятой недели Великого поста. Кстати. Да. То есть там много всяких показаний, которые дают возможность сказать, что да, это было 5 апреля, вроде бы. Но вот в псковских летописях там написано, что это было всё 2 апреля. И тоже в субботу. Окажется. Ну, вот насчёт субботы они не пишут. Но тут, скорее всего, это связано с тем, что, возможно, в Пскове пользовались другим календарём. Был ещё лунно-солнечный календарь. И могло быть такое. Вот по поводу того, что именно 5 апреля мы должны отмечать эту дату. Это решение нашей Думы. Но это не соответствует никаким нормам, так сказать, нормальных расчётов. Дело в том, что 5 апреля — это по юлианскому календарю. Ну, старый стиль. Старый стиль. Мы пользуемся григорианским календарём. Сейчас григорианский календарь расходится, как известно, 13 дней с юлианским календарём. А дело в том, что там ошибка накапливается лишнее. В разные годы по-разному же, да? Нет, не в разные годы, по-разному. Три дня добавляется за 400 лет. Это вот по тем правилам, которые Луи Джи Лилё когда-то предложил Григорию 13-му, который вёл григорианский календарь. И если мы будем отсчитывать назад, то, скажем, для 13 века надо было бы прибавлять даже не 13, не 5 апреля, во-первых, не 13 дней, во-вторых, а это должно быть 7 дней всего. То есть 12 апреля мы должны... Вот это вот будет ровно. То есть, ну, у нас 12 апреля уже есть праздник, всё, куда? Есть праздник, да. Поэтому пусть сейчас будет 5-го. Пусть будет 5-го, я не возражаю. Нет, но день воинской славы России как праздник празднуется 18 апреля всё-таки. Что тоже неправильно, потому что по решению Думы прибавляют 13, потому что им сложно рассчитать это всё, там всё-таки надо прибавлять, не всегда 13. Можно вернуться к вашей реакции на Женина-Невский? Да. Дело в том, что в 1242 году он ещё Невским не был. Впервые появляется где-то... А что получал? Нет, это нормальная совершенно... Это совершенно нормальная вещь. Я хотел представление нормальных людей, а Ледовым побоище, что получается. Невским его впервые называют в 14 веке, но, что интересно, Невским называют не только Александра, но и двух его сыновей, которые, вы правильно совершенно сказали, ему 18 лет во время Ледового побоища, а во время Невской битвы вообще 16 лет. Или там, если 18, то тогда 20 во время Ледового побоища. Мы точно не знаем дату его рождения. Всё-таки. Да. Да, это неизвестно. Но тогда получается, что дети точно не могли принимать участие в Невской битве. Почему они Невские? Считают историки, что это могло быть связано с так называемым посессивным прозвищем. То есть это прозвище по владению. И это вообще очень похоже на правду, потому что в источниках говорится, что, скажем, этот самый король части римский, который пришёл на него, он хочет захватить землю Александра. Хочу захватить землю твою. Не исключено, что это вообще территория, которая не входит в пределы новгородских владений. А князь Новгородский не имел права владеть землями в пределах новгородских владений. А Александр Невский был князем новгородским. Он был князем новгородским. Он же не был князем там всея Руси. Он был приглашённым князем новгородским в это время. Он ещё не был великим князем. До этого ещё жить и жизнь. Он только в 1252 году станет великим князем. А до этого он станет князем Киевским И всея Руси, кстати сказать, это будет в 48-м году Но это будет позже, да Да, но все позже Мы можем с немцев начать С тех самых, что начать? Это в продолжение Давайте пойдем по мифам Нет, это очень хорошая последовательность вопросов Потому что возникает вопрос, с кем воюет Александр И за что он воюет Потому что, ну вот если, опять же, мы Я думаю, параллелью у нас Невская битва как-то будет идти Потому что если с Невской битвой все понятно Пришли шведы Ой, с Невской битвой совсем ничего не понятно Я вам могу сказать, почему Почему король же пришел А вот давайте договоримся так Значит, историки изучают прошлое Но это прошлое они сначала создают сами Потому что прошлого нет сейчас Мы его не можем потрогать, мы его не можем увидеть Нашим органам чувства оно недоступно За исключением того, что мы можем прочитать Прочитать или увидеть, или услышать То есть это сообщения из прошлого Которые дошли до нашего времени Исходя из этого Для того, чтобы мы создавали научную реконструкцию Прошлого А историки, профессионалы Работают с научной реконструкцией прошлого Они делят всю информацию В принципе Хотя это почти никогда не оговаривается На информацию, которая проверяется По нескольким независимым источникам Друг от друга То есть не то, что Я вам рассказал, а теперь мы вместе рассказали И скажут О, все понятно Это достоверная информация Исходя, извините, что я вас перебиваю Исходя, например, из нашей темы О ледовом побоище Если вы проверяете источники То это, значит, какие-то русские летописи Например, летописи европейские Какие-то там современников Или что? Нет, 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 есть пять источников Которые нам рассказывают о ледовом побоище Это новгородская первая летопись Новгородская версия Это псковские три летописи Но они, в принципе, совпадают по своему содержанию Это ростовская версия Суздальская версия Есть версия житийная Ну, то есть это все наши какие-то источники Святого благоверного князя Александра Ярославича И счастливые исключения Есть целый ряд немецких источников Которые восходят к одному Который дошел до нашего времени Поэтому мы будем пользоваться им И все-таки немцы там были Это ливонская рифмованная хроника Вот это источник, который создавался в конце 13 века Ну, не скажу, что по горячим следам Человек, который создавал эту хронику Это поэтическое произведение Но он опирался, скорее всего, на воспоминания Очевидцев И на документы, которые хранились в ордене Немцы вообще очень тщательно следили За такими вещами Ну, насколько мы можем доверять всем этим источникам? Вопрос, конечно А вот теперь вопрос Вот там, где у них информация совпадает Мы можем этому доверять Там, где информация уникальная Мы можем это проверить И если это, в принципе, не соответствует Нашим представлениям о прошлом О том, что могло быть, чего не могло быть А мы об этом тоже поговорим Мы можем это включать в реконструкцию Но, правда, говорить, что так могло быть Но не обязательно было именно так Ну и, наконец, есть информация повторяющаяся Это цитаты Это общие места Это топосы Так называемые Это реминесценции всякие Ну, филологи много всяких терминов передумали Я в них не очень хорошо разбираюсь Это ничего не говорит о том, как это было на самом деле Но зато хорошо говорит о том, как это воспринималось создателями тех или других источников Вот мы по Невской битве располагаем всего одним источником Это уникальный источник Это новгородская первая летопись Житейная повесть написана по этой летописи А зарубежных источников нет вообще Шведы даже не упоминают Невскую битву Она для них была позорной И поэтому не упоминают Или она была такая неважная Что, ну, что-то там пошли, кулаками помахали Рядовая драчка во дворе, да и бог Насчет позорной Есть замечательная такая хроника Эрика Это тоже поэтическое произведение В основном рассказывает о жизни Ярла Биргера Очень известного Который у нас обычно вспоминает В связи с Невской битвой И совершенно неправомерно Там никаких упоминаний о Невской битве, скажем, нет Но зато есть рассказ о том, как в 1186 году Карелы, подстрекаемые новгородцами Захватили, полностью уничтожили город Сиктуну Город так и не возродился, как пишет автор этого произведения Но для нас это пустой звук Сиктуна и Сиктуна Вообще-то это была тогда столица Швеции На минуточку Да Об этом они пишут О том, что там Ярл Йон 9 лет, можно сказать Доспехов себя не снимает Сражается с русскими, которые все время нападают на шведов Об этом мы не упоминаем Если мы не уйдем от Невской битвы, мы не придем к ледовому побоище Я думаю, что поэтому Давайте попроще Вот ледовое побоище, тут все в порядке Все хорошо А ледовое ли? Ледовое Да подожди ты, господи Ледовое Дай мне с немцами разобраться, какое ледовое А начинаем с немцами Совершенно верно С кем сражается Александр? У нас обычно, вот как вы сказали, он сражается с Ливонским орденом Но, во-первых, такого ордена не было Как приятно, что я этого не говорила Но что вы могли подумать, что я так сказал? Нет, 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 вы сказали Я тоже похихикал На самом деле, значит, что происходит в этом время в Прибалтике? В самом начале XIII века был учрежден орден меченосцев Который должен был защищать немецких купцов Которые торговали с юго-восточной Прибалтикой И в том числе и с Новгородом Это был орден, небольшой по составу В годы расцвета своего Там было до ста рыцарей где-то Вот, это орден, которому было дано право Папой Римским Это исключительное право для этого ордена Вести еще и миссионерскую деятельность Причем, когда создавался устав этого ордена Там было записано, что две трети земель, которые подчиняют себе орден Должен отдать Папе епископским кафедрам, которые там были Но надо сказать, что братья ордена, они не очень-то этим документом руководствовались Для них это права, но необязательные обязанности И они, в общем-то, не очень хотели делиться этими землями Но они очень хотели объединиться с Тевтонским орденом Тевтонский орден появляется в Прибалтике чуть-чуть в другом месте Центром ордена меченосцев стал город Рига Крепость, которая была там основана Ну, мы представляем себе, где Рига А что касается Тевтонского ордена Он появляется в Прибалтике по просьбе Конрада Мазовецкого Польского князя Его уговорила его супруга попросить помощи у Тевтонского ордена Через Папу Римского Потому что, в общем, ехать в Прибалтику особенно никто не рвался Это не очень почетно было Но, правда, тут спасало то, что Тевтонский орден исчерпал свои функции на Ближнем Востоке То есть там уже вопрос был решен к тому времени Что и как происходит, да? Вот, поэтому часть рыцарей все-таки поехала Поехали защищать Польшу А вот эта вот самая жена Конрада Мазовецкого Это княгиня Агафья Это, вообще-то, внучка Игоря Святославича Который ходил на половцы Без нас не обошлось Ну, конечно Вот Они пригласили, там приехало всего несколько рыцарей Там от пяти до семи называют обычно Они помогали полякам обороняться от пруссов Которые нападали на северные границы Польши Надо сказать, наводили там чудовищные просто вещи Там набеги были страшные, судя по описанию Сами поляки отбиться не могли Несмотря на то, что создали тоже свой орден военно-монашский Это орден Добжинских братьев Там было от 24 до 28 человек Они сделать ничего не могли Ну, вот плюс еще приехало там пять или семь человек рыцарей Тептонского ордена Когда, я, извините, вот когда вы говорите рыцарь 24 до 28 человек Все думают, господи, что они там делают Надо понимать, что рыцарь Это рыцарь, а у него еще У него еще 10-15 человек Это его оруженосцы, обслуга То есть Вы так бы сразу и сказали Да, сразу становится легче Конечно Сразу становится легче На самом деле это все раз в 10-15 больше Безусловно Хотя численность, как вы понимаете, не очень большая И для XIII века вполне приличная Вполне приличная, да Постепенно Тептонский орден начинает набирать силу в Прибалтике Туда начинают приезжать рыцари еще И они постепенно вытесняют как раз пруссов Захватывают землю пруссов Кончилось это все тем, что вся земля пруссов была покорена Но это уже чуть позже будет Вот Центром их становится Кёнигсберг Калининград современный От Калининграда до Риги расстояние очень приличное Между ними есть еще небольшая территория, которая называется Литва Литовские племена В это время только начинающие объединяться И объединяться прежде всего для того, чтобы сопротивляться Натиску как раз крестоносцев Значит Орден меченосцев мечтает объединиться с Тептонским орденом Обращается к Папе Римскому с просьбой Это понятно Это один из самых влиятельных орденов таких Тептоны не хотят Категорически не хотят А почему, интересно? Объясняю Дело в том, что орден меченосцев Завоевывая, покоряя себе земли эстов Вступает в конфликт Во-первых Здание, которое претендует на земли эстов И в конце концов эти земли будут поделены Северная часть идет к датской короне А южная часть будет как раз под орденом меченосцев Или под тем, что от него осталось Впоследствии это Тептонский орден уже Затем это местное население С которым очень сложные отношения Там постоянное восстание Перебивают гарнизоны То есть все очень серьезно Эсты И Новгород и Псков Которые тоже претендуют на эти земли И надо сказать, что они продвигаются в эти земли Еще при Ярославе Мудром Это значит, где-то в 1030 году Была построена крепость Такой форпост новгородских земель В землях эстов Это Юрьев Вот С этим тоже плохо И кроме того У них сложные отношения с кафедрами Епископскими То есть если Тептонский орден Включает в себя орден меченосцев У него все эти головные боли Тут же появляются у него У самого Тептоны этого не хотели Ситуацию разрядило в какой-то степени То, что в 1236 году Орден меченосцев Который, кстати сказать, ведет постоянные столкновения с Новгородом Или Новгород ведет с ними Тут трудно сказать, кто из них За что? Они ведут спор за сферы влияния к западу от Чудского озера Чудское озеро, это современное Псковское? Да, это граница Псковской области и Эстонии Там, скажем, есть такой город Вярск Ну, не город, это село Вярска Там фактически проходят границы В советские времена можно было просто по мостику перейти Через речку Ручеек такой И ты уже оказывался в Эстонии Так, значит, они спорят за сферу влияния Они спорят за сферу влияния Захватывают этот Юрьев Скажем, крестоносцы Потом этот город отбивают Эст И потом его опять В 1224 году Возвращает себе Новгород Но всего на один год потом захватывают крестоносцы Вырезают весь гарнизон Убивают Вячка Командиры этого гарнизона Воеводу То есть там все очень серьезно Борются прежде всего за сферу влияния в Прибалтии На сферу влияния Вот это же очень важный момент Потому что понятно, что мы не можем отойти сейчас От, скажем, школьной какой-то программы В моем случае совершенно советской От, например, откуда все люди знают еще о Ледовом Побоич Конечно, исходя из гениального фильма Эйзенштейна Да О Александре Невском И у нас складываются какие-то общие Или о том, что сейчас периодически Обрывками, какими-то вспышками Появляется иногда Как воспоминания на телеэкранах Или вот, я не знаю, из радиоприемников Но когда вы говорите сферы влияния Хочется же понять Они хотели что? Они дать собирают с них Землю, людей, денег Они дать с них собирают Или это была какая-то в том числе и религиозная история Потому что у нас одни боги Значит, и у этих крестоносцев, меченосцев Другие совершенно боги С которыми надо как-то вот уживаться Совершенно верно Потому что я еще раз напоминаю Что ордену меченосцев было дано право вести миссионерскую деятельность От лица Папы Римского От лица Папы Римского, да И это, конечно, накладывало свой отпечаток Потому что те земли, которые попадали в даннические отношения Их старались обратить в свою веру И это серьезный был вопрос Но в 1236 году происходит битва под Шаули Под Савлями В этой битве с литовцами Был орден разбит Там 46 рыцарей погибло Это больше половины ордена Был убит великий магистр Был уничтожен немецкий отряд Который пришел к ним на помощь И впервые Литва объединилась Под командованием Миндовга Первого князя Литовского Великого Который потом становился королем даже То есть это было образование Великого княжества Литовского Да, это начало Это начало формирования Великого князя Литовского Слушайте, ну и вот как потом Но не вспоминаем мы об этом по одной простой причине Почему? На стороне ордена сражается 200 псковских бояр О, какая прелесть А вот подробности уже, видимо, после новостей У нас в гостях Профессор Игорь Данилевский И говорим сегодня о ледовом побоище Слушайте, как замечательно Огромное количество вопросов приходит и на смс-портал, и на форум По такой, в общем, как нам казалось, просто повествовательной теме И мы нисколько не думали, что слушатели включатся в процесс обсуждения И будет много вопросов Вы знаете, это очень больная тема, несмотря ни на что Это очень больная тема, да, и давайте мы как-то к ней вернемся быстрее Голос доктора исторических наук Заведующего кафедрой истории, идеи и методологии исторической науки Факультета истории Высшей школы экономики Игоря Николаевича Данилевского Ну вот мы остановились как раз на том, что мы шауляйскую битву стараемся не вспоминать Потому что там участвовали псковичи Почему участвовали псковичи? Потому что вообще вот эта вот борьба за сферу влияния Она проходила обычно в таком режиме Новгородский князь собрал войско, шел через Псков В Пскове он дополнительно брал войска Они нападали на территорию, которая была подвластна ордену Как правило грабили просто эту территорию и уходили Пока сведения доходили до Риги А это свыше 200 километров по прямой от Чудского озера То есть это очень большое расстояние по тем временам Это для нас сейчас ничто А у них скорость передвижения 25-30 километров в день Особенно если это крупные отряды Когда из Риги выходил отряд, пока он доходил Они шли на территорию уже России Проходил две недели Проходило две недели, три недели Они нападали на кого? На Псков До Новгорода идти было далеко Они грабили псковскую территорию Каждый раз Пскову отобходилось где-то там 600-800 человек погибших Учитывая, что средняя численность города по тем временам 1020, наверное Ну что вы, это очень крупный город, 20 тысяч Ну а Псков не был таковым в 13 веке? Гораздо меньше, это можно посмотреть, даже если вы в Пскове бываете В принципе, вот Кром, да, это территория города Ну сколько, то есть десятка? Ну, 5-7 тысяч человек Это очень крупный город, вы назвали, знаете, даже в 19 веке Флис крупный город, 28 тысяч человек Короче говоря, десятая часть могла пострадать при каждом таком проходе Не пойдем, мы подписали с орденом договор Ну, надо сказать, что договор этот был в значительной степени вынужденный Потому что по сообщениям Ливонской рифмованной хроники Крестоносцы захватили Изборск Крепость, которая была еще ближе к границе И псковичи после этого договорились с ними о том, что они подписывают договор По этому договору орден берет на себя функции защиты Пскова от Новгорода А псковичи обязуются выступать вместе с орденом Надо напомнить, наверное, тем, что, может быть, кто не очень врубается Что мы говорим о 13 веке И в то время никакой России в нашем сегодняшнем представлении совершенно не было Это были разрозненные княжества Где в каждом сидел свой правитель По большому счету были разные государства Да, конечно, это разные государства Но псков пока входил в состав территории Новгородской республики Потом он разделится И у них отношения такие гладкие, в общем-то, были Значит, по этому договору в Пскове сидело два фокта Двое судей, которые называют русские летописи Тиунами Но вот к этим двум людям еще один человек 30 Это их окружение Вот, в общем-то, и все Это говорит о том, что, в общем-то, большинство псковичей с этим было согласно То есть не требовался большой отряд, который бы стоял во Пскове Этого было вполне достаточно Вот этот вот отряд и изгоняет потом Александр из Пскова Но мы возвращаемся чуть-чуть назад Значит, псковичи принимают участие в Шауляйской битве В Шауляйской битве уничтожается практически половина ордена После чего Папа Римский, уже ни на кого не ориентируясь Он издает булу об объединении Тевтонского и ордена Меченосов Теперь это будет Ливонское ландмейстерство Тевтонского ордена Вот так вот Из Кёнигсберга приезжает ландмейстер в Ригу Но через год он уезжает, потому что он ничего не... Ландмейстер, это, видимо, наместник по земле Да, да, помещик такой, главный Ну, главный Наместник от ордена Тевтонского И он еще привозит с собой рыцарей Но надо сказать, что отношения не сложились Через год он уезжает, потому что теперь уже меченосцы не хотят объединяться Остатки их Они тут же отдают две трети земель епископским кафедрам И вот Дорпад, Юрьев, да, современный Тарту Они отдают новому епископскому епископству Это было Лиальское епископство Теперь оно становится Дорпадским епископством Все территории вокруг Чудского озера Это в распоряжении Дорпадского епископа Это не орденские территории Это территория епископа Вот в эти территории и вторгается Александр Ярославич Во время своего похода в 1242 году Он освобождает сначала Псков Изгоном То есть это налет был такой на город Значит, выгнал оттуда немцев вместе с их отрядом Там, значит, расправился с теми, кто очень сопротивлялся из Псковичей И после этого он вместе со своим братом С низовскими войсками То есть это вот как раз северо-восточная Русь Достаточно большой, видимо, отряд был Они идут на территорию ордена Их встречает, судя по всему, небольшой отряд Я здесь... Так, подождите Вот здесь давайте разбираться Минуточку Сейчас вот немножко я... Да, остановились Сейчас я вас немножко перемотаю назад Вы сказали, что вот на эти земли в 1240 году Александр Ярославич В 42-м В 42-м, да, Невский Ну, которого мы знаем теперь под вот этим вот именем Он и пошел, значит, всех освобождать, захватывать и так далее То есть, получается, это мы на них напали? Вообще-то да Причем это та информация, которая подтверждается и русскими летописями И ливонской рифмованной хроникой То есть речь идет о том Ну, вот опять же, я к, как сказать, к обывательскому взгляду То есть это не крестоносцы Это не крестоносная агрессия, да Пошли, значит, через Чудское озеро завоевывать какие-то, ну, будем образно говорить Русские земли, чтобы навязать свою, значит, западную ветвь христианской религии У них в мыслях такого не было, потому что сил у них не было для этого, понимаете А Невскому-то зачем? Что его туда понесло-то в Псков? Ну, во-первых, ну, Псков это все-таки территория Новгорода Вы не забывайте об этом, что формально он входит в состав Новгородских земель То есть он пошел освобождать? Да, он освободил Новгород Он выбил копейщиков из Изборска И после этого они вторгаются в земли вот этого самого Дорпатского епископа Ну, тут уникальная информация сразу идет Из ливонской рифмованной хроники Что их встречает небольшой отряд рыцарей, который был разбит То есть это какой-то пограничный отряд Они больше, видимо, занимались тем, что предупреждали о набеге Так, значит, Невский его разбивает Да, и после этого он отправляет свои войска в зажитие Это термин, который повторяется в новгородской первой летописи Потому что рассказ о ледовом... Что такое в зажитие? Объясню сейчас Рассказ о ледовом побоище самый подробный Это около 200 слов всего В наших древнерусских источниках В Википедии есть пару выдержек оттуда Понять невозможно Это перестали в Википедию Зажитие... Нет, это очень полезная вещь Почему? Для справок это очень полезно Зажитие... Я просто читаю сейчас словарь русского языка 11-17 веков Даже древнерусского языка 11-14 веков Это будет еще точнее, потому что есть такой словарь, он исключительный Там все случаи упоминания каждого слова зафиксированы Это место заготовления съестных припасов и фуража для войск Склады? Да нет, место для заготовки припасов Но вы понимаете, что в конце марта, в начале апреля самое время косить траву То есть они пошли грабить местное население Тем более, что дальше там есть еще продолжение О том, что это был грабеж, прямо пишет Ливонская рифмованная хроника Древнерусские летописи, новгородская первая летопись Она сообщает, передовой отряд был отправлен в разгон Что такое разгон? Разъезд войска по территории противника с целью совершения набегов, приобретения, добычи Грабеж Ага, значит, ну с другой стороны, они же грабили свои территории Если вы говорите, они пошли освобождать Да нет, вот понимаете, как они не освобождать, их пошли Они пошли грабить именно Потому что они пошли грабить Это прямо написано в летописях Это не потому, что мне так хочется, понимаете? И не потому, что это Ливонская рифмованная хроника, ее автору захотелось Русские летописи, новгородские летописи Они точно так же это все расценивают Значит, эстам это не очень понравилось Почему-то Эсты, это местное население Как сказать, предки эстонцев современных Да, это местное население, предки современных эстонцев Они сообщают об этом в Дорпад И из Дорпада выходит отряд, к которому присоединяются несколько братьев-рыцарей, которые были здесь, на этой территории Это невозможно было по-другому организовать Вот, если хотите, я вам расскажу Вот от Дорпада, то есть от Тарту до Риги по прямой 220 с лишним километров По прямой А так вообще-то на треть больше То есть это порядка 300 километров 300 километров — это 10 дней пути В один конец И в другой конец 10 дней 20 дней явно они там не были Это был набег Это был набег Вот от Пскова до Дорпада там порядка 120 километров по прямой Это гораздо ближе Они до Дорпада не дошли Они дошли, есть такое сообщение, что они сражались у моста Есть очень хорошая гипотеза Владимира Андреевича Кучкина Что это имеется в виду такое место Муосты Это селение, которое существует и по сей день Но от Муосты до Тарту там порядка 36 километров От Пскова это порядка 80 километров То есть, скорее всего, так оно и было Мало того, этот самый Муосты — это самый близкий населенный пункт Из крупных, видимо, был к самому узкому месту Чудского озера И вот здесь вот разбивают как раз этот отряд Дорпадского епископа Я еще раз повторяю, это неорденский отряд Как говорят специалисты, если там рыцари-крестоносцы принимали участие То в пику Тевтонскому ордену, который все время их ориентировал на борьбу с Литвой Они этого не хотели, они хорошо помнили, что там было Они поддерживают вот сейчас Дорпадского епископа Они отбивают свои территории к западу Чудского озера от Пейпуса Это им гораздо ближе и нужнее сейчас Они уничтожают этот передовой отряд И Александр тут же отводит свои войска на лед Чудского озера Но у нас пишется, что это произошло все на узмине у Вороньего камня Была экспедиция в середине 60-х годов Пытались найти этот камень, в конце концов, вроде бы нашли это место А вот где это было на самом деле, мы узнаем буквально через минуту после рекламы Так, значит, Чудское озеро, камень Да, вот этот самый Вороний камень, который упоминается в новгородской летописи Ну, можно сказать, что Узминь, это, видимо, самое узкое место Это самое узкое место, это 2 километра от берега до берега всего 2 километра всего? Ну, это не такое большое расстояние, в общем-то Я до вас тоже шел 2 километра Хорошо А вот, значит, там и происходит сражение Причем на первом этапе это пишут и русские летописи, и рифмованная хроника Немцам удается прорвать русские войска Так, нет, подождите, Игорь Николаевич Вот здесь у нас остается буквально 8 минут И вот здесь давайте не подробно, а по фактам пойдем Потому что иначе мы ничего не успеем А мы идем по фактам Значит, смотрите, я хочу разобраться, чтобы у меня картинка была в голове Значит, вот они все пришли к Чудскому озеру Значит, меченосцы с тефтонцами с одной стороны стоят Без тефтонцев, там только меченосцы с дорпадским епископом С другой стороны стоит дружина Александра Невского Число этих людей Количество никто не знает Значит, считается, по экспертным оценкам, что немцы могли выставить так называемую гончую хоруквь Гончая хоруквь, это малая хоруквь, это порядка 400 человек Из которых 35 рыцарей Значит, это боевое построение Которое было принято в ордене А свинья Это такой был клин Впереди три человека Знаменосец и еще два всадника За ними ряд в пять всадников Потом семь всадников Потом девять всадников Одиннадцать всадников Всего четыреста человек И все Одиннадцать всадников, на этом конец Это рыцари Ударная сила А за ними порядка тридцати трех шеренг Вот тоже по одиннадцать человек Откуда берется число четыреста человек? Судя по всему Никаких данных у нас по этому поводу нет То есть никаких вот этих пятнадцать тысяч Ну откуда пятнадцать тысяч? Все понятно, да Источники говорят А с нашей стороны? Да, с нашей стороны никто не знает Сколько немцы пишут, что раз в пятьдесят было больше Ну немцы пишут Ну это понятное дело, да Но мы, правда, тоже не стеснялись Мы уничтожили там, значит, пятьсот немцев Якобы Или четыреста немцев В разных летописях по-разному Это уникальная информация Я бы ей не очень доверял По одной простой причине Вот когда шел разговор о Невской битве Там в сообщении Новгородской первой летописи Есть ужасная совершенно вещь Там написано А всего новгородцев и ладожан погибло Человек двадцать А может меньше Бог весть Они своих двадцать человек посчитать не смогли Но немцев они понасчитали Четыреста, пятьсот Тут никаких проблем нет Этим цифрам нельзя доверять, конечно, ни в коем случае Значит, с этим разобрались С числом далее Апрель месяц, вроде как, тоже понятно Значит, начинается битва Почему она состоялась, мы как-то, мне кажется, поняли Но дальше идет всем известная история Про, собственно, лед Чудского озера Который, вроде как, где-то подломился Он подломился у Сергея Михайловича Эйзенштейна Потому что доспехи у всех были сумасшедшие Подождите, он никуда не подломился Ни один источник об этом не пишет Написано, скажем, что не было видно льда Потому что все было покрыто кровью Да Но ни о каком подломленном льде Речи не идет В немецкой рифмованной хронике Там написано, что они падали на траву У нас до сих пор никак не могут разобраться Что бы это значило Нет Действительно, сражение на льду Просто, слушайте, апрель бывает разным Как сегодня или как в другой год Когда трава в апреле Так что Нет, потому что это вопрос Который, например, меня все время занимал Камыши, которые торчали Зачем они пошли на лед все Граница Это самое близкое место Для отступления к своей границе Вот от моосты Я еще раз повторяю Вот до этой самой узмени Это всего 16 километров Слушатели нам пишут А вот и не нашли на дне Ни одной железки от той битвы Ну а как ее найдешь Интересное кино Мы сейчас не можем найти Если у нас что-то пропало Хотя вроде бы и времени так много прошло У нас до сих пор еще там танки находят Со времен Великой Отечественной войны Хотя казалось бы А там, простите Что можно находить? Там никто не проваливался под лед Чего искать-то? Искать там нечего Искать нечего Значит, по данным рифмованной хроники 20 рыцарей погибло И шестеро было взято в плен Скажите, а вооружены были по-разному? По-разному По-разному По-разному, но вооружены были Скажем, скорее всего Лучше все-таки русские войска Потому что Это не полноправные рыцари Если их было Это всего несколько человек Это прежде всего Отряд Дорпатского епископа Который был вооружен Гораздо хуже, чем Орденские братья Вооружены были по-разному Хотя там много есть И общих каких-то черт В какой-то степени Можно сказать, что Вот здесь вот фильм Сергея Михайловича Эйзенштейна Он более или менее адекватно Показывает, как были вооружены Рядовые воины Хотя там насчет всех этих Рогов на голове Ну это, конечно, придумочка Да Это так невозможно было Сражаться, это понятно Вот Боевые построения Никто не знает У нас написано, что свиньё И отсюда делается вывод Что это была, значит, хоругвь Люди были небольшого роста Ну, вы знаете Я не знаю, какого роста Был Александр Ярославич Вот по тем костякам Которые обследовались Да, в среднем Они были чуть-чуть пониже, чем мы Ну понятно, 800 лет назад Акселерация прошла, да У нас где-то в 60-е годы Очень активная Там другое питание Там и то, и сё У нас остаётся несколько минут Хочется, ну, обратиться Ещё к некоторым моментам Я вспоминаю Вот теперь, кстати Вспоминая Какие-то свои лекции По истории кино Ещё из института И вспоминая фильм Александр Невский Из Эйнштейна Помню о нём Совершенно вот такую, например, вещь Когда он вышел У нас же были довольно Натянутые взаимоотношения С Германией В 30-х годах В начале, во всяком случае Ну, почти до конца Он вышел в 38-м году В 39-м году Его просто сняли с экранов Потому что мы же подписали Пакт Молота В Риббентропе И так далее Его положили Но потом, когда началась война И вот тут же раз В 41-м году И опять Он попал в десятку, понимаете Он попал в десятку И поэтому это стал Один из культовых фильмов И блестящий миф Блестяще сделанный Который вошёл в наше сознание Теперь каждый видел Как происходило Ледовое побоище О том, что мы победили немцев Мы победили немцев раз Они все утонули два Это вот железно все помнят Понимаете? На самом деле этого не было Вообще Сценарий этого фильма Михаил Николаевич Тихомиров Один из самых квалифицированных Историков Который занимался этим временем Он написал рецензию Которая называлась Издёвка над историей Ну, Тихомирова потом За это досталась Ну, естественно Он пытался написать Монографию о Роковорской битве И ледовом побоище В общем, её лето запретило Я даже не знаю Сохранилась ли рукопись Этой монографии Но вот то, что Там произошло это сражение Да То, что это была борьба С иноверцами В какой-то степени да Но вы знаете Александр Ярославович При том, что он защищал Идеалы православия Он был достаточно толерантным человеком Как мне сказал Настоятель храма Святого и благоверного князя Александра Ярославича Московского Я имею в виду Московского храма Он мне сказал Он был правильно Выцерковлённый Православный христианин Он получает Через пару лет Два письма От Папы Римского Который благодарит его За разрешение построить Католический храм В Обскове Скажите Не построен был храм Но письмо он получил Но письмо получил То есть Ну, вот вообще Оценка всего этого дела Ледовое побоище То есть Ну, мне всегда казалось Что это несколько переоценённая история Оценка очень простая Значит До 1941 года Это побоище Так называемое Упоминалось В школьном курсе истории Но не упоминалось В вузовских курсах Ну, то есть Редовая какая-то Непонятная вообще Это рядовая битва Если вы посмотрите Сергей Михайлович Соловьёв Вообще Там буквально несколько слов По этому поводу пишет Почему? Невская битва Судя по всему Была гораздо важнее Там только описание Подвигов Шести новгородцев Занимает место Больше, чем Самое подробное Описание Ледовое побоище Это огромный Раздутый миф Необходимый Советскому государству Для воодушевления народа В борьбе с фашистской Германией Того времени Да, в 1945 Это художественный образ В 1941 году Это художественный образ Который вошёл в наше сознание А Александр Невский Как князь Насколько я понимаю В общем, вёл себя Как и все остальные князья Своего времени И особо ничем Из общего числа Не выделяется Ну, если он и выделяется То, наверное, тем Что он стал Единственным православным правителем Который сохранял Идеалы православия О, как Он отказался принимать католичество Хотя, судя по письму Папы Римского И отец его принял Католичество Но, судя по всему Об этом сказал ему План о Карпине Который был в Каракаруме И был свидетелем смерти Ярослава Селдовича Ну, а это уже совершенно Другое история А это уже не проверишь Это уже не проверишь Да, слушателям Которые про Иго спрашивают В следующем начале часа Мы всё ответим Спасибо большое Игорь Данилевский Профессор и доктор исторических наук Сегодня о ледовом побоище 5 апреля Мы празднуем эту дату Спасибо вам Как ни крути Спасибо вам большое Субтитры сделал DimaTorzok